Человеческая нога найдена в центре Лукоянова. Городок маленький, через него протекает небольшая речка Хвощевка. И вот под пешеходный мост неизвестные и выкинули человеческую ногу, завернутую в пакет. Но кто-то этот пакет развернул. Оттуда! Оттуда! Чего же они ее не грызли? Ну, я шла в первый микрорайон и увидела то, что там вот в траве, там, ну, под мостом, получается, ну, лежит нога человеческая. Ну, я вообще, я сначала не понимаю, просто испугалась. Сам удивилась, хотя здесь живу уже 40 лет. Там конечек торчит из пакета, там рваная, отрезанная, там, ну, отрезанная нога, там как вот, то, что это вроде как после операции чья-то нога. Просто выкинули в пакете сюда. Как она сюда могла попасть? В речку-то. Кто мог выбросить ее? У тебя не должны как-то какие-то контейнеры утилизироваться, как-то медицинские, не на помойку же. Ну, обычно после ампутации закапывают, ну, типа, хоронят на кладбище. У нас до родственников такое было. Вообще так-то в больницах должно быть как-то это все скрыто. То есть зачем на улице-то? Я этого тоже не поняла. Если какое-то действительно хирургическое вмешательство, то что врачи это сделали, то... Да, в холодильник, чтобы это люди не видели. Потому что здесь дети гуляют. В местной больнице не отрицают того, что у них есть хирургическое отделение и того, что недавно проводилась такая операция по ампутации ноги. У нас есть хирургическое отделение, где проводятся такие операции. Операция была. Как это получилось? Вот на данный момент там сейчас лежит пакет и на нем фамилия. Вот ничего не могу пока пояснить, потому что, я говорю, проводится проверка. По правилам утилизируются вот такие останки? Ну, согласно приказу. Приказ сейчас не помню, но есть утилизирующая организация, с ней заключается договор, и биологически вот эти отходы утилизируют эту организацию. Как сообщили в больнице, там проводится внутренняя проверка. Чтобы понять, каким образом отрезанная нога оказалась под мостом практически в центре города, в Следственном комитете сообщили, что в их ведомстве проверка проводиться не будет, так как происхождение этих человеческих остатков явно не криминальное. Продолжение следует...